Здравствуйте, в эфире ДПС на ОТС, в студии Анастасия Бойко. Смотрите сегодня. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Водитель легковушки направлялся в сторону Кольцова. Во время поездки отвлекся, поэтому потерял управление. Машина съехала на обочину и врезалась в дорожный знак. Мужчина травмировал позвоночник. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Оборваны провода разбитой машиной и транспортный коллапс. Зафиксировано 13 происшествий. В мэрии рассказали о последствиях бури, которая бушевала накануне в мегаполисе. К примеру, на улице Богдана Хмельницкого дерево упало на трамвайные пути. На Никитина сломался ствол тополя. Крона упала на проезжую часть. А на площади Калинина ветки оборвали провода. Ну а на станционные профлисты, сорвавшиеся с крыши, повредили припаркованное авто. В некоторых районах Новосибирска были также повреждены линии электропередач. ЗВОНОК В ДВЕРЬ В791НР 54 региона. Она выпущена в 2012 году. Если вы заметите красный седан, Chevrolet Aveo или знаете людей, показанных на экране, позвоните в дежурную часть ГИБДД по телефону 232-23-35. Кстати, эксперты назвали города, где чаще всего угоняют машины. И Новосибирск впервые вошел в пятерку лидеров. Он занял четвертое место, обогнав Москву. На первой строчке рейтинга Санкт-Петербург, затем Хабаровск и Калуга. Эксперты пояснили, угонщиков интересуют как сами авто, так и их детали. Список составляли на основе данных страховых компаний. Новосибирец без прав и состояния опьянения устроил ДТП в Бердске. Только, к счастью, никто не пострадал. Очевидцы рассказали. Водитель Toyota на повороте не пропустил иномарку. Когда приехали инспекторы, инициатор аварии прошел процедуру медицинского освидетельствования. Прибор показал почти 0,7 мг при норме 0,16. Водительского удостоверения у молодого человека нет. Я поворачивался с одной полосы на другую, залил в чужую машину. Согласен, свою вину признаю, не посмотрел в стекло, не увидел. Но, тем не менее, еще немножко разобраться нужно, кто виноват. Потому что, тем не менее, каждый маневр должен быть оправдан. Поэтому, я сворачивал налево, поворот не был включен, а если человек ехал прямо, пытался меня обогнать, ну, не вижу в этом особого смысла. Виновник ДТП пояснил. Его друзья распивали алкогольные напитки. Несмотря на отсутствие прав, за руль сел именно он, потому что был трезв. Выпил уже после столкновения. Так ли это на самом деле, будут разбираться сотрудники полиции. Парню грозит штраф и административный арест. Либо наркоман, либо пьяный. Водитель серебристого седана перепугал сотни людей, чуть было не спровоцировал аварию и стал причиной многокилометрового затора на улице Красина. Мужчина ехал на проспект Дзержинского. Внезапно то ли уснул, то ли потерял сознание. Похожие подумали, что умер. Вызвали спасатели. Им пришлось вскрывать двери авто, чтобы оказать оперативную помощь. Но оказалось, автомобилист жив, здоров, но пьян. При этом алкоголем не пахло. Вероятно, употребил запрещенные препараты, а потеря сознания в момент поездки не иначе, как пик наркотической эйфории, предположили медики. Однако точное заключение экспертов еще неизвестно. Из Толмачева до Академгородка запустят маршрутки. Расписание будет готово уже к 10 июня. Местные жители уверяют, события ждали 6 лет. И микроавтобусы будут пользоваться небывалым спросом. Решение о введении дополнительного сообщения приняли городские власти по просьбам новосибирцев. Люди участвовали в голосовании на сайте. За проголосовали 90% респондентов. Автобусный маршрут номер 808 будет курсировать 3-4 раза в день. Но стоимость билетов в Минтрансе еще не озвучили. Тонировку на машинах могут признать незаконные. И речь не только о передних стеклах авто. Обо всех. Инициативу в ближайшее время могут рассмотреть в Госдуме. По данным столичных депутатов, пленки на стеклах, во-первых, снижают видимость для водителя, а во-вторых, понижают уровень антитеррористической безопасности. Ведь из-за тонировки не видно, кто находится в салоне и что перевозят. К примеру, оружие, наркотики или взрывчатые вещества. Если документ оформят в виде закона, то миллионам жителей страны придется снимать пленки со всех стекол, в том числе и задних. А термальная защита, которая иногда хоть и соответствует ГОСТам по светопропускаемости, также станет абсолютно нелегальной. В продолжении выпуска рубрика «Две беды» – это подборка ДТП, которые попали в объективы камер видеорегистраторов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Агрегаторы создадут черный список для пассажиров такси. Сейчас в приложениях введена система оценок только для водителей. Эксперты предложили создать такую же, но только для клиентов. Таким образом, если пассажир мусорит в салоне, хамит или агрессивно себя ведет, то таксист сможет поставить ему минимальную оценку. А клиентов с низкими рейтингами операторы будут заносить в черный список и тем самым лишать возможности пользоваться услугами такси. На этом выпуск завершен. Если вы стали свидетелем аварии, присылайте записи с телефонов или видеорегистраторов на почту, а также подписывайтесь на аккаунт программы ДПС в Инстаграме. С вами была Анастасия Бойко. До скорой встречи в эфире. Продолжение следует...